Дорогие друзья, добрый день. Дом культуры на 49-м канале приветствует вас. Мы находимся в стенах галереи 4-го этажа киноцентра Победы. Я с большим приятелем и удовольствием хочу побеседовать с автором, фотографом, продюсером, фотохудожником, наверное, сказать будет точнее, Ольгой Мичи. Ольга, у вас необычная фамилия. Это что-то такое необыкновенное, видимо, вселенское. Во-первых, здравствуйте. Я рада вас приветствовать в стенах вот этой замечательной галереи. Мичи – это псевдоним, это переводится с японского как «путь». На самом деле, так когда-то назвали меня мои друзья. Собственно говоря, один из этих друзей здесь, Максим, он сейчас работает со мной. И вот этот вот путь, который отобразился, наверное, и в моем художественном творчестве. – Скажите, пожалуйста, вот я посмотрел все ваши работы, и здесь есть, ну, одна деталь, на которой я обратил внимание, кроме цвета глаз совершенно необыкновенных, да, они такие карие, темно-коричневые. Здесь есть сочетание, скажем, вот культуры исконной, народной, да, и каких-то новых элементов. Это специально найденная грань? – Ну, во-первых, это проект о столкновении двух культур – глобальной культуры и местных культур. И что эти культуры выносят из этого, да? Понятно, что у каждой культуры есть свои слабые и сильные стороны. Вот это, ну, интересно, да, что малые народы берут из нашего глобализованного мира. Они знают о глобализации, они знают о всех благах, и вот это самая потрясающая часть этого проекта. И я хочу подчеркнуть, почему здесь особый цвет глаз. Во-первых, это проект неэтнографический, и здесь применены визуальные приемы живописи. И этот проект, несмотря на то, что кажется, что эти мизансцены, они неконтролируемые, они полностью были мной контролируемые. И глаза ретушированы, ретушированы специально. Я хотела, чтобы зритель ни в коем случае не видел болезни, не видел… Вы знаете, у нас есть в нашем обществе стереотипы, когда мы всегда смотрели на культуры и малые народы вот так снисходительно, свысока. И мы думали, какие они бедненькие, у них, наверное, столько болезней, они так живут плохо. Как раз я хотела показать совершенно других людей. У нас у всех общие уязвимости, и при этом у нас у всех очень сильные стороны. Нам есть чему друг у друга поучиться. Я с вами согласен, потому что даже позировка, даже вот графика самих тел в пространстве, оно композиционно напоминает какие-то и библейские сюжеты, наверное, в чем. Ну, в зависимости от собственных парадигм тех зрителей, которые, впечатляясь, привносят свое понимание этих работ. Я очень рада, что вы это заметили, потому что именно вот эти вещи я хотела привнести в проект, потому что они делают нас к ним ближе. Мы эти образы знаем, и могли видеть на эти работы, они нам становятся ближе и понятнее. Еще, знаете, на что я обратил внимание? На то, что сами модели, герои ваших работ, они абсолютно не чувствуют себя уязвимыми. То есть выставка называют уязвимыми, но они с таким достоинством, с таким внутренним чувством, с такой эмоцией смотрят на тебя в камеру, в данном случае на меня, на зрителя. И я понимаю, что в них такая мощная культура внутренняя, да, вот этот генезис внутренняя, такая сила и, конечно, красота. Вы знаете, в этом проекте все имеет значение. И размер работы, и выбор фона, и выбранные именно позы. Ведь в процессе работы над проектом я сделала более 55 тысяч кадров. В итоге я отобрала только 150. 150 – это те, которые отвечали моей задумке. И когда мои герои приходили на съемочную площадку, мое главное условие было прийти именно в том, в чем они хотят себе презентовать западному зрителю. И поэтому мы видим, появляются мотоциклы, появляются бумбоксы, потому что они хотят сказать, что мы это все знаем, у нас тоже это есть. Розовые волосы, как у моей героини, да, в таком сложном племени, которое борется за свою идентичность, Мурсия. Вдруг появляется девушка с розовыми волосами и совсем без скарификации сильных. Некоторых героев, как раз вот Шрама, одна из героинь за вашей спиной, которая говорит о сложном пути, о серьезном мужестве и силах характера, которым обладают эти люди. Эти люди иногда сильнее нас и их внутренний мир, я думаю, что гораздо богаче, чем у нашего среднестатистического европейского жителя. Я старалась отобразить, вот в этом проекте мы видим оружие. И размер не просто так такой выбранный. Это работы, и любые работы художника – это призыв к диалогу. То есть, почему такой размер? Я хочу, чтобы вы подошли к работам, посмотрели на них в их глаза, да, и пришли к какому-то внутреннему диалогу, задали себе вопрос, а кто есть на самом деле уязвим? Мы, кто теряем идентичность? Мы же, если так, по сути, да, посмотреть на наши соцсети, на Инстаграм, становимся все совершенно на одно лицо. И даже недавно, когда Ким Кардашьян себя публикует вообще без лица, и люди начинают это повторять, мы готовы легко отказаться от идентичности, а они всеми силами за эту идентичность борются. Поэтому и вопрос, а кто уязвимый на самом деле сегодня? Вот видите, вы ответили на самый главный вопрос, который я предводительно хотел услышать. Уязвимая, мне кажется, та часть аудитории, которая является зрителем. Вот я не слышу музыки, мы специально ее отключили, но в каждой вашей работе, в том числе, и звучит музыка, как, знаете, в анимации. Анимация – это картинка, и обязательно музыка. Во-первых, этот проект сопровождает фильм «В тени больших деревьев», который мы сняли в 2016 году, и он получил достаточно большое количество наград, в том числе и награду Красного Креста, он о баках, о пигмеях, и это тоже часть, вот здесь мы видим три части представленные, это Африка, Чукотка, Север и Мьянма как Восток, и бак, как раз эту тему, этот диалог продолжает, рассказывая вот проблему, когда глобализация давит на маленькие племена, и народы вынуждены терять свою идентичность. Вы знаете, что мне понравилось, что здесь нет границ, здесь нет той самой географии, которая всегда очерчена в континентах? Конечно, и вот у моих всех героев общие черты, совершенно общие черты культуры, борьбы, выживания. Сейчас эта тема очень на повестке дня, да, она очень сильно обсуждается не только в нашей прессе, но и в европейской, и недавно на последнем заседании Генассамблеи ООН по безопасности, по безопасности окружающей среды. Не зря Эммануэль Макрон сказал, что защита племен и малых народов, а особенно их языков, является такой же приоритетной задачей, как защита биоразнообразия. И это не просто так. Например, наши чукчи сейчас в глобальных изменениях климата, это очень всем хорошо, теперь понятно и видно, наши чукчи всегда обладали особыми секретами выживания в таких тяжелейших условиях. Точно так же, как и здесь племена долины реки Оома, также выживали в условиях засухи. Я думаю, что нам нужно обратиться и поделиться друг другом опытом. Скажите еще один момент. Вот сегодня мы говорим о ООН, а ООН приняла решение в 2021 год, год цифровых технологий. Как влияет сегодня техника на ваши образы? Вы об этом уже сказали и видно в ваших работах. А что привносится сегодня в новые проекты ваши, Ольги Мичи, с точки зрения интернета, с точки зрения цифровых технологий? Об этом, пожалуйста. Ну, сегодня цифровые технологии активно используются во всех видах искусства. И, знаете, у меня мой наставник, профессор Алексей Викторович Логинов, у меня всегда самая важная вещь, которую он меня научил, надо всегда брать все самые последние достижения и вносить их в свои работы. Поэтому мы видим такие яркие краски, поэтому мы видим специфическую обработку. Сегодня уже художник не работает в одиночку, потому что это, во-первых, очень время. Художник не может быть специалистом, узким специалистом в разных других сферах. Конечно, это команда профессионалов, которые работают под началом художника, четко под его наблюдением, выполняя вот эти вот задачи. Слушайте, я вдруг подумал во время диалога, задать вопрос, сколько времени на одну модель в среднем было потрачено при съемке? Работа с такими вот гордыми людьми – это очень сложная работа. Дело в том, что некоторые готовы позировать минуту, а другие – пять минут. Больше они обижаются, думают, что я что-то такое… А ты снимаешь, да? Ну нет, наоборот думают, что я что-то такое хитрю или что-то плохое задумала, если я так долго их не отпускаю. На самом деле, когда ты снимаешь, ты уже четко понимаешь, вот эта модель войдет уже, этот образ. Понимаете, когда я снимала огромное количество, ведь было фотографий, конечно, отбора 150 – это очень тяжелое дело. И иногда тебе нравятся совершенно другие фотографии, а в проект входят другие. И здесь первостепенная идея, концепция проекта, и отбор, он должен отвечать, и также герои. Когда я уже приезжала в племена, я уже четко понимала и видела, кто действительно может войти в проект, а кто нет. Хорошо. Еще один вопрос, связанный со зрителем, потому что вы очень правильно сказали, все создается для того самого восприятия, для впечатления. И вот этот импрессион, насколько он разный в разных аудиториях? Это зависит от того, насколько зритель готов погрузиться, насколько он готов сконцентрироваться в проекте. Некоторые люди прибегают, быстро фотографируются на фоне и даже не понимают, о чем хочет сказать автор. Видит какие-то похожие работы, которые он, может быть, видел где-то в Инстаграме, и начинает говорить, а, все тут понятно, я все понял, все тут легко, и уходит. Другой человек готов с головой погрузиться, он какие-то для себя видит новые смыслы. Я просто вижу потом, меня отмечают, пишут люди, они как-то видят очень даже некоторые вещи более глубоко, чем иногда даже видела их я. Поэтому все зависит от зрителя, и насколько он готов потратить время и погрузиться в атмосферу. И, знаете, я всегда считала, что все зависит тоже много от выставки. Иногда выставка приходит, она просто растворяется в помещении, иногда охватывает своей аурой. Человек, заходя, слышит музыку, иногда может уделить время и посмотреть фильм, погрузиться в тему, потом пойти, взглядеться в каждый взгляд, в каждый портрет, и понять, что за каждым портретом стоит большая человеческая история. Мы чрезвычайно признательны вам, да, и зрители нашего 49-го канала, и я надеюсь, что наше знакомство с вами обязательно продолжится. И еще, скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то проект, который хотелось бы анонсировать, ну так традиционно для наших зрителей? Во-первых, у меня сейчас два проекта. Первый проект, который бы хотелось рассказать, он сейчас проходит в главном штабе Государственного Эрмитажа. Это очень сложный, глубокий проект о масках. О масках, скорее всего, не буквально, а это абстрактное, большое, глубокое, философское понятие. Я, конечно, приглашаю зрителей, если вдруг случится, побывать в Петербурге в эти дни, обязательно этот проект посетить. И в конце октября мы представляем в Москве впервые проекты «Обитель будущего». Это большой проект о том, как могут выглядеть жилища, колонии, поселения на других планетах. Это тоже философский проект, размышления, какими будут люди, и что они возьмут с собой. Такой же проект идентификации людей. Это авторское видение, как всегда. Я приглашаю посмотреть. Мне не хочется очень много распинаться и говорить о проекте. Я бы очень хотела, чтобы зритель составил свое личное мнение, потому что работы будут колоссального размера. Это метр восемьдесят на три метра. Это гигантские окна, в которые я приглашаю взглянуть. Классно. У меня, знаете, был тоже такой маленький проект «Вид из окна», то есть «Мир из окна». И поскольку ваша фамилия как раз тот самый путь, Ольга Мичи, и мы очень рады тому, что ваши друзья нашли такой красивый эквивалент, мы желаем вам хорошего расположения духа, настроения, и очень рассчитываем на то, что публика, посетившая сегодняшнюю выставку, не почувствует себя уязвленными, ущемленными, не наделенными вот этим миром ваших фоторабот, а почувствует себя сопричастными, точно так же, как и вы здесь, в Новосибирске. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Я благодарю зрителей 49-го канала и, конечно, нашей авторской программы «Дом культуры». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин